вишня это одна из моих самых любимых летних ягод и несмотря на то что эта культура сама по себе не привередливая базовый уход за ней все-таки обязательно должен быть поэтому предлагаю сегодня вспомнить основные этапы правильного ухода за этим плодовым деревом чтобы она у нас росло сильным здоровым и радовала нас богатым урожаем вкусных ягод и так первым делом отмечу что основные меры ухода за вишней являются общими как и для всех плодовых то есть это полив удобрение обрезка и защита от вредителей и так как вишня весной зацветает довольно таки рано то лучше предпринять меры для ее защиты от заморозков например для того чтобы она весной не зацвела слишком рано и цветки не попали под заморозки нужно ранней весной под дерево на корни накидать толстый слой снега а а сверху его укрыть светлой мульчо или же свежими опилками в результате земля под кроны останется мерзла немного дольше а влага и питание корня поступит чуть позже и в итоге цветение задержится хотя бы на неделю что нам и нужно то есть таким образом дерево можно спасти от возвратных заморозков но если же снег уже сошел а заморозки все-таки ожидаются то можно хотя бы накрыть крону дерева материалом следующий важный момент который гарантирует нам урожай это опыление цвета дерева и к сожалению бывает так что в холодную дождливую весну цветки плохо опыляются пчелами поэтому тут действуем следующим образом готовим медовый раствор размешав одну столовую ложку в литре воды опрыскиваем этим раствором цветки и тем самым искусственно привлекаем пчел кстати обратите внимание на такой важный момент вишни бывают двух сортов это самоплодные и самобесплодные и у вторых цветы не могут опыляться с этого же дерева или даже соседнего если оно того же сорта поэтому рядом с таким самобесплодным деревцем нужно посадить вишню другого сорта тогда будет нормальное пыление а значит и урожай ну а что же касается почвы то вишня предпочитает нейтральную среду и поэтому если у вас на участке кислая почва то ее нужно обязательно раскислять и вносить известь или доломитовую муку в целом при выборе раскислителя учитываем его нейтрализующую способность например если почва сильно закислена то лучше всего подойдет известь а вот доломит мука или же зола она хороша на слабокислых почвах кстати известковать можно даже по снегу тогда весной вместе с талой водой она попадет в землю а затем уже при рыхлении если это будет нужно то можно будет добавить еще немного причем замечу что почти у всех косточковых почва нуждается в известковании хотя бы раз 5-6 лет далее что же сказать про удобрения то вишня вообще не капризная в этом плане ее можно удобрять как органикой так и минеральными удобрениями причем как в сухом виде так и жидкими растворами которые сделаны на их основе например из органики подойдет тот же компост перепревший навоз куриный по мед и так далее а если при посадке саженцев посадочную яму были внесены перегной или минеральное удобрение то в первые два-три года до начала плодоношения удобрение можно вообще не вносить кстати в прошлом году мы у всех молодых саженцев ограничили прикорневой круг бордюрной лентой и в течение всего сезона наполняли получившийся коры свежескошенной органикой таким образом этот слой органической мульчи не давал прорастать сорнякам сохранял влагу в почве снижал ее температурные колебания а перепревая опять же таки становился дополнительным питанием единственное чтобы не навредить деревцу непосредственно вокруг ствола мы дополнительно из этой же бордюрной ленты сделали небольшую окантовку чтобы горячая трава не соприкасалась со стволом но заметьте чем старше вишня тем больше ей удобрений требуется и поэтому для более старших деревьев вносим азотные удобрения весной а калийные фосфорные осенью во время перекопки приствольного круга ну и наконец хоть вишня и считается засухоустойчивым растением поливать ее все-таки нужно она очень хорошо отзывается на поливы и при этом даже сами ягодки укрепняются в целом чтобы дерево хорошо плодоносило его нужно хорошенечко пролить хотя бы три раза за лето это после цветения появление завязи во время налива ягод и под зиму до наступления морозов с тем учетом если осень была засушливой и земля не пропиталась влагой и тут же замечу что с такими приствольными ограждениями намного удобно поливать так как вода не растекается а находится в рамках этого ограждения и обычно для взрослого дерева норма полива составляет 5-6 ведер а более конкретной нормы полива зависит конечно же от осадков влажности пучевы а также от возраста и размеров дерева или куста спасибо за просмотр ставь палец вверх и подписывайся на наш канал сайте что Продолжение следует...